Сегодня 7 марта 2012 года. В интернете на ютюбе лежат видео с сообщениями об издании в Израиле книги. Вышла книга с центральной идеей такого народа как евреи не существует. Еврейскому народу 4000 лет или на самом деле его не существует? Такой вопрос задал и сам же ответил на него известный израильский историк Шлома Зант. В своей книге «Кто и как изобрел еврейский народ» автор назвал большую часть общепринятых истин об истории евреев не более чем вымыслом. Дальный вывод – идея возвращения на историческую родину евреев якобы специально придумана в 19 веке, считает Шлома Зант, для оправдания колонизации чужой территории. Выход из непростой ситуации, предлагает автор, превратить государство для евреев в государство для всех. Невероятно! Израиль борется за выживание на всех фронтах – военном, экономическом, идеологическом. И вот, пожалуйста, издана книга, в которой обосновывается, что такого народа как евреи не существует. «Если такого народа как евреи нет, значит не должно быть и такого государства как Израиль». И автора не объявили сумасшедшим, не изгнали из страны, не разорили, не выселили из дома, не уволили из университета, его детей не изгнали из школ, не поместили в психиатрические больницы. Я могу еще долго перечислять, что случилось со мной и моей семьей после того, как я предложил к изданию книгу о невозможности проживания евреев в Германии после Холокостка. Почему израильская демократия совместима с публикацией разных мнений, даже по таким вопросам, как есть ли еврейский народ, или по вопросу права Израиля на существование? А специфическая немецкая демократия совершенно несовместима с публикацией книги, объясняющей, как евреи попали в Германию, почему Германия это единственная страна мира, в которой евреи не интегрированы в общество, или почему в Германии после Холокоста проживание евреев невозможно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok